В земле На земле Мое тепло Даже в трудный час Не покинет нас Святое Материйское крыло Попа земля Матушка земля Ты даруй покой И храни меня Яницкий Игорь Николаевич Родился в 1927 году в Москве Моя трудовая деятельность Началась еще в войну Когда я получил официальную Так сказать Должность Моториста Авиационного Он начал работать в 1942 году С отцом на центральном аэродроме в Москве Учеником моториста Окончил курсы по изучению ракетной техники А после войны неожиданное изменение в профессии Поступил работать в отдел киносъемочной техники На Мосфильме Ассистентом-оператором И сразу попал на съемки фильма Иван Грозный В 1946 году окончил школу рабочей молодежи И стал готовиться к поступлению во ВГИК Но кинематографическая карьера продлилась недолго Снова резкий поворот судьбы Яницкий поступает в Московский политехнический институт На горный факультет И устраивается на работу в ВИМС В лабораторию гелиометрических исследований Кандидат геолога минералогических наук Ветеран Великой Отечественной войны Ветеран разведки Российский геофизик Геолог Награжден многими знаками отличия В том числе Орденом дружбы народов За работу по обеспечению безопасности Атомных электростанций Автор научного открытия О связи аномалий гелия С глубинными разломами земной коры Разработчик Способа обнаружения возможности Наступления катастрофических явлений Автор научной теории Живая Земля Все прикладные практические задачи В том числе и социальные Целесообразно развивать Только с позиции Соподчиненности Интеллектуального уровня человека Вышестоящему уровню Всесильной природы При этом Ни о каких программах Завоевания космоса Управляемого полета на Марс И других До получения реальных знаний О строении Вмещающего нас мира Речи не может быть вообще После такого заявления Дальнейшее финансирование проекта И будущее ученого с 50-летним стажем Было предрешено И приносишь добросвет И приносишь сердце От любых не зон Радужный коль зон Хранит нас и сомнений больше нет О, мать земля Матушка земля От любых не зон Защити меня Она поддерживает нас Это на ней мы живем Как вы знаете Эта мать земля Вращается с колоссальной скоростью И не будь ее притяжения Нас не существовало бы здесь Кроме того На нее оказывается такое большое атмосферное давление Она понимает Мыслит Координирует И создает Положение Матери Земли По отношению Ко всем остальным Звездам К планетам И созвездиям Поддерживается постоянно А если и меняется То с величайшей осторожностью Когда мы говорим О материализме Мы действуем Против нашей Матери Земли Вместо того Чтобы Перенимать у нее Более тонкие качества Мы пытаемся Эксплуатировать ее недра Использовать ее Ради своих эгоистичных мотивов Что же она делает для нас? Она создает эти прекрасные плоды Чтобы прокормить вас Она создает прекрасные деревья Из которых вы можете делать небе Делать красивые дома Она дает вам зеленую траву Для того чтобы Вы успокаивали свои нервы Она несет на своем существе Так много рек И громадных океанов Она всегда больше Самого большого океана И что же мы делаем ради этой великой земли? По полной программе По полной программе Без разбора Эксплуатируем ее В результате нашего агрессивного отношения И абсолютного отсутствия благоразумия Нарушается Прекрасный природный цикл Но эта Мать-Земля Не делает ничего Почти ничего Для того чтобы защитить себя Но тогда этот эфир начинает действовать И у вас возникают проблемы Из-за того что мы называем Кислотными дождями Отходами пластмасс И всевозможными другими осложнениями Вызванными такого рода Неблагоразумными производствами Затем мы начинаем производить машины Делая это совершенно несбалансированно А если вы делаете все такого рода вещи Чтобы вредить людям Она переходит в вулканическое состояние И тогда вулкан начинает извергаться Я знаю что вы открыли Что Земля может брать энергию Впитывать А потом ее сбрасывать Да Вот куда она сбрасывает Через атмосферу Представьте себе Из атмосферы она попадает Эта энергия в воду Поскольку Земля живая Поэтому она это и умеет Очень просто делать И делать это на каждом шагу Вот тут можно сказать Даже то что произошло В ходе знаменитой Чернобыльской катастрофы Она и показала нам Как это она делает Она именно Земля устроила эту катастрофу Через свою энергию Меньше Меньше По организации Катастроф было много Много И тоже значит У меня это описано Но Но Целеборская катастрофа была В этом плане Практически Уникальная Потому что Она была Именно В месте Где Сходились Разные Геологические Структуры Вот Вот Такая история Игорь Николаевич Возможно Повторение Того Что Было В Чернобыле Вы Задаете Мне Очень сложный Вопрос Но Я Хотел Вам Ответить Так Что Повториться Чернобыльская Катастрофа Не Может Это Не допустит Наша Живая Земля Всего На Всего Игорь Николаевич А Вы же Прочитали Вот эту статью В журнале Да Наука и религия Да А скажите пожалуйста А как Вы относитесь К тому Что Говорила Шриматаджи Нирмаладеви О том Что Земля Вмещает В себе Кундалини Энергию Вселенной Очень Положительно Отношусь К этому И просто скажу Что Она Она Молодец Вот так Это Подтверждает Что Земля Живая Правда же Да Потому что Энергия Кундалини Это духовная сила Да Да И поэтому Она и делает Нашу Землю Сознательной И Самоорганизующейся Вот именно Вот именно И Я не могу себе Представить настоящего Ученого Который не обладал По глубокой вере Это можно Выразить и так Нельзя Верить В безбожную Науку Альберт Эйнштейн Альберт Конец Для Они Что Как И Но